Я хорошо помню мой приезд. Это были Барановичи, хлопчатобумажный комбинат. Свыше 9 тысяч человек тогда вообще остались без зарплаты. Это было одно из первых предприятий, которые я посетил. И посетил прежде всего потому, что это было женское предприятие. И для меня было катастрофично вдвойне то, что женщина не может накормить своих детей. Ни сырья, ни работы. Мне в срочном порядке пришлось решать этот вопрос с нашими узбекскими друзьями, которые поставили нам хлопок. Теперь на этом предприятии есть не совсем идеальная, но совершенно другая ситуация. С поддержкой государство поменяли оборудование, даже технологии цифровой печати на хлопчатобумажные ткани освоили. В тех же Барановичах авиаремонтный завод вообще одно из лучших наших предприятий. И если бы не было проблем с Россией, которые от случая к случаю наклоняют этот завод по поставкам комплектующих для ремонта и модернизации летательных аппаратов, было бы совсем неплохо. Этот завод выполняет сложнейшие и военные, и гражданские заказы. И очередь из-за рубежа там уже выстроилась у порога. Правильно говорят, большое видится на расстоянии. Мы сделали огромный шаг вперед в промышленности, в сельском хозяйстве, технологиях, в социальной сфере. На примере Брешчина это видно особенно. Сегодня некоторые из тех, кто у вас тут пытаются подвергнуть это сомнению, мутят воду, говорят о потерянных годах, о том, что с этой властью мы якобы зашли в тупик, что кругом одни проблемы. К этому надо относиться с пониманием. Может быть даже спокойно. Это естественно. Идет политическая борьба. Но цифры ведь не обманишь, а они красноречиво свидетельствуют об обратном. Объем промышленного производства вырос в 5,5 раз. Экспорт товаров возрос почти в 7 раз. До 2,6 млрд долларов. Появились абсолютно новые крупные промышленные производства в рыбной, молочной, химической промышленности. При этом многие из таких предприятий частной формы собственности. Не менее важны социальные показатели. За период нашего суверенитета 136 тысяч семей улучшили жилищные условия. Из них около 16 тысяч многодетные. Уровень малообеспеченности населения снизился. Реальные доходы населения выросли почти в 8 раз, а заработная плата и пенсии в 10 раз. Возведены и отреставрированы знаковые культурные объекты, до которых при советской власти никому не было дела. Они банально разрушались и превращались в руины. А созданные спортивные инфраструктуры области могут позавидовать европейские государства. Вы сами хотели построить эти комплексы. И что удивительно, я вот в Светогорске был, пришли люди на площади. Естественно, я подошел к ним, состоялся такой импровизированный разговор. И что вы думаете? А люди не больницы, не детские сады просили, а попросили Ледовый дворец. С самого начала президентства приоритетом стало развитие Полесского региона. В советское время долго обещали завершить газификацию Полеси. Но эту масштабную работу сделали уже мы в независимой Беларуси. Причем в очень сжатые сроки. Возобновили миллиардативные работы, что придало мощный импульс развитию сельского хозяйства.